Древние философы Народная молва окрестила журналистов летописцами эпохи. Самых первых газет, начало которым положил более 300 лет назад Петр Великий, периодически издания вели эту самую летопись современности. И сегодня, чтобы восстановить хронологию того или иного события, узнать о человеческих судьбах, мы приходим в архив или в библиотеку, получаем заказанное издание и начинаем диалог с эпохой, событиями, людьми. Свой рассказ об истоках ярославской журналистики мы решили начать здесь, в хранилище книг и периодики Ярославской областной библиотеки имени Николая Алексеевича Некрасова. Сюда имеет доступ только определенный круг сотрудников. Ведь на этих стеллажах хранится несметное богатство. Здесь в многочисленных подшивках газет и журналов таится история Ярославской губернии и области. Стоит прикоснуться к старым страницам и понимаешь, что они с готовностью оживают, отдавая нам все то, что когда-то волновало страну и людей. 19 век. Время бурного развития печатного слова. 6 марта 1831 года выходит первый номер газеты «Ярославские губернские ведомости». Учрежденную местными властями газету печатают типографии губернского правления. На средства бюджета покупаются для этого два новых типографских станка. Ярославские губернские ведомости – первая в России официальная газета с таким названием. Только через 7 лет, в 1838 году, по распоряжению правительства России, аналогичные издания местных органов власти появляются в 43 губерниях. Провинциальные редакторы и издатели учились у ярославцев. Появляются газеты и рождается профессия журналиста. Первые издатели выполняли, скорее всего, и функции корреспондентов. Сами собирали материал, писали его, редактировали. В первой официальной газете «Ярославские губернские ведомости» редакторами были известные в городе и губернии люди – Иван Рукин, Константин Ушинский, Вадим Лествицин, Леонид Трефолев. С газетой сотрудничали профессора Демидовского лицея, преподаватели гимназий, уездные врачи, священники, помещики, купцы. Писали статьи в газету даже и грамотные крестьяне. Издания приобретают периодичность, увеличиваются их тиражи. На страницах газет и журналов начинают публиковаться заметки об истории жизни страны и Ярославского края. Кто же они первые ярославские журналисты? Как ни странно, одним из первых и известных репортеров в Ярославской губернии был купец Семен Серебренников, живший в 1801-1866 годах. Он печатал статьи и очерки на местные темы под псевдонимом СС. В 30-40-х годах он был самым активным автором. Семена Серебренникова хорошо знали. Его публиковали в столичных изданиях. «Московские ведомости», «Русский пантеон», «Отечественные записки». Если говорить о первых женщинах-журналистах, то здесь мы должны вспомнить будущую знаменитую поэтессу Юлию Жадовскую. Она в 1849-50-м годах вместе со священником Тихомировым начала издавать литературно-краеведческий альманах, «Ярославский литературный сборник». Вышло всего два выпуска, но они стали первыми подобными изданиями в Ярославском крае. Отдельного внимания заслуживает публицистическое творчество Евгения Якушкина. Соратник Александра Герцена, младший сын Декабриста, он прилагал много усилий для сбора уникальных материалов о Пушкине и тайных обществах. В 1859 году Евгений Иванович Якушкин, как сын государственного преступника и члена оппозиционных кружков, вынужден был переехать из Москвы в Ярослав. Здесь, благодаря родственным связям, он получил должность управляющего Кубернской палатой государственных имуществ. Став ярославцем, Евгений Иванович начинает печататься в губернских ведомостях. Велика его роль как проводника крестьянской реформы 1861 года. И, кстати, своих крестьян он освободил без выкупа из землей. Попытки издания периодики предпринимались в XIX веке и во втором по величине городе-губернии Рыбинске. Первая городская газета вышла 2 мая 1864 года. Называлась она «Рыбинский листок». Во многих иных, даже крупных губернских городах, первые печатные издания появились намного позднее. «Листок» пользовался популярностью у читателей. Своим успехом газета была обязана ее редактору Александру Михайловичу Скобичевскому, ставшему впоследствии известным критиком и историком литературы. Издателем «Рыбинского листка» слыл местный купец и публицист Иван Александрович Жуков, у которого с молоду была мечта издавать газету не для богатых. Иван Жуков хоть и писал по-простолюдински, но филетоны у него удавались. Особенно после редактуры Скобичевского. Последняя капля терпения у рыбинских торговцев закончилась тогда, когда они прочитали о себе следующее. Купцы в муку подмешивают белый порошок, молотый кофе делают из пятой кофейной гущи, а вместо шоколада продают чудовищную смесь чечевицы, картофельного крахмала, грязного сахарного песка, яичных желтков, телячьего или бараньего сала и курки какао. Министр внутренних дел удовлетворил просьбу обиженных. И 24 июня 1864 года Рыбинский листок, выпустив в свет всего лишь 36 номеров, закончил свое существование. Газета стала первой в истории Рыбинска жертвой свободы слова. В современной истории ярославской журналистики можно тоже найти примеры не совсем добровольного исчезновения газетных изданий. «Золотое кольцо», подобно буйному ветру перемен, ворвалось в информационное поле региона в эпоху Горбачевской перестройки. Эта газета, в отличие от Рыбинской, просуществовала более 20 лет и принесла ярославцам радость общения тоже с по-настоящему боевым изданием. Плюс журналистики этого времени то, что появилась открытость подачи. Журналисты отошли от казенного штампа, отошли от лозунга. Газета имела по тем временам просто головокружительный тираж, до 120 тысяч. Интернет еще не захватил полностью аудиторию. Но это было золотое время для «Золотого кольца». Еще несколько лет назад интервью, записанное с главным редактором газеты, вселяло в журналистов и читателей газеты надежду и оптимизм. Времена для СМИ непростые, особенно для бумажных СМИ. И будем искать варианты выхода из лабиринтов, из этих всяких сложностей. Это меня радует, что вот отстояли газету. И «Золотое кольцо» будет жить. Прошло время, но долги газеты не уменьшались, а только росли. Для нормальной работы издания необходимо было около 35 миллионов рублей в год. Случилось так, что финансирование газеты никто не смог взять на свои плечи или не захотел. С середины 19 века ярославская губернская журналистика активно развивала новые направления. В 1860 году выходит первый номер Ярославских епархиальных ведомостей – Ярославской и Ростовской епархии. Это было одно из первых православных изданий в России. Ярославские епархиальные ведомости быстро стали одной из самых значимых газет региона, по сути, наверное, ну скажем так, вторым доофициальным изданием в рамках тогдашней губернии. Долгое время с газетой был связан Полинарий Крылов, один из известнейших общественных деятелей Ярославля, член-корреспондент ряда непосредственно московских музеев. Также важно здесь содержание контента издания, которое концентрировалось не только, например, на епархиальном официозе, но, во-первых, и, главное, давало огромный объем информации в своей так называемой неофициальной части. Благодаря этому издание прожило долгую жизнь, и искусственным образом его выход был прекращен в 1917 году, а с 1991-го наша газета издается вновь. Почти вместе с Золотым кольцом у финишной черты оказалась еще одна старейшая областная газета – «Северный край». Каких только трудностей не пережила она за более чем вековую историю. В ней, как в капле воды, отразилась биография нашей страны, региона, со всеми ее событиями, достижениями, взлетами и трагедиями. Первый газетный номер увидел свет 1 декабря 1898 года. Издателем и первым редактором «Северного края» стал Эдуард Германович Фальк. Настоящий ярославец, умный, бойкий, полный насмешливого юмора. Фальк вместо того, чтобы богатеть, завел газету, которая втягивала его в долги и в разборки с цензурой. Он не был революционером, но подвергал резкой критике все бытовавшие тогда пороки общества. Конечно, такая критика пришлась не по нраву сильным мира сего. Применялись при остановке издания, карательные меры в виде изъятия номеров из народных библиотек. Газета несколько раз меняла название, чтобы обойти запреты. В ноябре 1908 года в подпольной типографии Великого Устюга ярославскими ссыльными социал-демократами был напечатан первый номер газеты «Северный рабочий». В дальнейшем названия неоднократно менялись на «Северный голос», «Северные отклики», «Северная речь», «Северный курьер», «Новый северный край», «Северная молва», «Северные вести». Но «Северный рабочий» прочно закрепилась за изданием, которое на протяжении более 80 лет стало главным официальным органом региона. Газету читали, ей доверяли, обращались за помощью и получали поддержку. С таким весомым авторитетом газета была со своими читателями, как говорят, и в радости, и в горе. На фронты Великой Отечественной ушли многие сотрудники. Не вернулись 8 журналистов. Оставшиеся в редакции репортеры рассказывали ярославцам в своих корреспонденциях о подвигах земляков и просто вселяли надежду в сердца людей. В 1967 году газета была удостоена Ордена Трудового Красного Знамени. Немногие региональные издания страны удостаивались столь высокой награды. В 60-е и 70-е годы люди приходили из разных изданий, из газеты «Юность», из многотиражных газет заводских, с радио, телевидения. И поскольку они были состоявшиеся журналисты, люди с позицией, они писали очень много серьезных материалов, аналитических, которые читались очень разными людьми и оставались в памяти. В 80-е годы тираж газеты доходил до 140 тысяч экземпляров. В 1991 году газета вернула свое первоначальное имя «Северный край», а ее учредителем стал журналистский коллектив. Многие сотрудники «Северного» писали художественные произведения, стихи. В первую очередь нужно сказать про редактора Александра Михайловича Иванова. У него вышло несколько поэтических сборников. Он был членом Союза писателей СССР. Виктор Храбченков занимался изучением жизни маршала Толбухина. Потом вышла книга о Толбухине. Выходили книги у Макарова, Егоровой, Копыловой, Ширяева. То есть очень сильный был коллектив. Он определял лицо газеты на десятилетия. В 2012 году негосударственная газета «Северный край» оказалась в тяжелом финансовом положении. Обещания о поддержке старейшей в России общественной газеты не были выполнены, и в январе следующего года ежедневный «Северный край» был закрыт. Обязательство предподписчиками принял на себя еженедельник правительства области, который начал выходить под двойным названием «Северный край. Кирославский регион». Остается пожелать коллективу еженедельника чтить и помнить традиции издания, ставшего частью славной истории Ярославского края. Многие десятилетия в регионе было два областных издания. Ежедневная газета «Северный рабочий» и областная молодежная газета «Юность». Первое комсомольско-молодежное печатное издание увидело свет 3 декабря 1920 года. Стремительно менялась периодичность выпусков и названия. С 1936 по 1956 годы она носила типичное для своего времени имя «Сталинская смена», а затем получила знакомая «Юность». Газета дала путевку в творческую жизнь многим известным людям, среди которых классики советской литературы, Алексей Сурков, Лев Ашанин, Александр Афиногенов, журналисты «Гостелерадио» Герман Седов и Юрий Черняк. К сожалению, сегодня в регионе нет ни одного молодежного издания. Как следствие деструктивных изменений, безвозвратно утерян в Ярославле и дом областной прессы, некогда единственная совместная территория журналистского сообщества. В результате подобных кульбитов многие репортеры, редакторы, фотокорреспонденты, словом, профессионалы своего дела, остались у разбитого корыта. Даже сотрудники газетной типографии не избежали такой участи. Как известно, в 2017 году в Ярославле по воле владельца закрылась одна из старейших в России печатных структур, которая существовала в Ярославле с 1914 года. Строить большую типографию в губернской столице начал в 1911 году Елий Вахромеев, почетный потомственный житель города. После революции здания со всем имуществом национализировали. Но, меняя название, типография продолжала работать, печатая почти все региональные газеты и журналы. Этот комплекс зданий в конце 20-го столетия был известен всем горожанам как Ярославская областная типография. Сегодня в некогда мощном печатном производстве под названием полиграфия, тишина и запустение. Увы, сей печальный для журналистов и полиграфистов факт не вызвал интереса тем более поддержки ни у бизнесменов, ни у представителей власти. Да, безразличие и особенно цензура издавна служили тормозом для распространения свободного правдивого слова. В 1991 году в России был принят закон о средствах массовой информации. Статья номер 3 закона четко декларирует, цензура массовой информации не допускается. Но пока, к сожалению, мы не можем сказать, что ярославская журналистика свободна от цензуры. Она приобрела такие формы, как давление на средства массовой информации со стороны чиновников. Чаще всего это выражается в требованиях согласований с чиновниками, подготовленных журналистами материалов. А это прямое нарушение закона России о средствах массовой информации. У нас опытный, сильный редакторский корпус, немало авторитетных, талантливых журналистов. Неужели они нуждаются в такой опеке и надзоре? В Ярославском регионе примером достаточной самостоятельности и творческого подхода к делу служит толстый и красочный журнал «Угличе Поле». Вопреки многим новомодным веяниям, отечественные журнальные традиции в старинном «Угличе» живы и постоянно радуют читателей своей разножанровостью и тематическим многообразием. Это все-таки журнал для тех людей, которые с детства привыкли читать и всю жизнь читают. То есть он такой культурно-просветительский. Ну поэтому и содержание подбирается такое, то есть авторы умные, а не научные сотрудники музеев, либо краеведы, или профессора университетов. Широкий авторский круг привносит на страницы журнала огромный краеведческий и историко-социальный пласт публикаций, а вместе с тем красивый слог и понятный литературный язык. Но правильный русский, обилие тем и иллюстративного материала не всегда служат для небольшого коллектива редакции надежным спасательным кругом. Традиции печатания толстых журналов на Верхней Волге своими корнями уходят еще в догазетное время. Ярославль – родина первого русского провинциального журнала, который увидел свет аж в XVIII веке, а точнее в 1786 году. Конечно, не обошлось здесь без участия ярославского наместника, генерал-губернатора Алексея Петровича Мельгунова. Он был личностью выдающейся, екатерининским вельможей. Он был активным участником общества любителей российской словесности и даже сам пробовал писать. Именно поэтому возникает первый провинциальный журнал «Уединенный Пашихонец». У Мельгунова в Пашихонском крае была усадьба, где он проводил время в тишине и в уединении вдалеке от государственных дел. Он много размышлял, писал, думал. И именно на основе этих записок он решил издавать новый журнал. Интересно то, что ровно через два века идея «Уединенного Пашихонца» была подхвачена и возрождена в газете «Золотое кольцо» в качестве литературно-краеведческого и художественного приложения. Вторая половина XIX века тоже отмечена в истории ярославской журналистики рядом периодических изданий по форме, близкой к журналу. Их вполне можно отнести к направлению научно-просветительской журналистики. В 1866 году издаются труды общества для исследования ярославской губернии в естественно-историческом отношении. Как писал первый редактор Петровский, появляющееся ныне в свет издание есть первый выпуск трудов небольшого общества, состоящего в Ярославле из любителей естествознания. В 1872 году увидел свет временник Демидовского юридического лицея. Редактировался он директором лицея Сергеем Михайловичем Шпилевским и выходил вплоть до 1914 года. Всего увидело свет 112 номеров. А труды ярославской губернской ученой архивной комиссии начали издаваться чуть позже, с 1890 года, и выпускались до начала гражданской войны. В начале 20 века одной из популярных в Ярославле считалась газета «Голос». Издательство ее до 1912 года осуществляли Константин Некрасов, племянник знаменитого поэта, и популярный публицист Николай Дружинин, впоследствии ее редактор. Среди соавторов можно назвать многих выдающихся людей того времени. Известный белорусский поэт Максим Богданович, основоположник русского символизма Валерий Брюсов, поэт-переводчик-эссеист Константин Бальмонт, депутат Государственной Думы Дмитрий Шаховской. 20 век снискал себе славу века радио и телевидения. В 1929 году ярославцы впервые услышали из радиорепродукторов слова «Говорит Ярославль». Здравствуйте, товарищ! Говорит Ярославль. Сегодня в нашей программе вы услышите. Шло время. Менялась структура и подчиненность редакции областного радио. Но, как и несколько десятилетий назад, сегодня многие жители области слышат позывные родного Ярославля. Вы слушаете радио России «Ярославль». А значит, могут узнать самые свежие новости, получить ответы на поставленные вопросы. Эрам развития ярославского телевидения пришлась на вторую половину прошлого века. В 90-е годы в Ярославле и области появилось большое количество телекомпаний различной принадлежности. Но постепенно новые условия, устаревшие технологии и зрительские симпатии сократили их число в половину. Успешно работают и полюбились своим телезрителям кабельные телеканалы в Рыбинске, Переславле, Угличе, Гаврилов-Яме. Из областного центра ведут свое вещание три телекомпании. Первый – Ярославский, созданный в 2013 году на базе предыдущей телекомпании НТМ. Городской телеканал, который недавно отметил свое 25-летие. И самая старшая вещательная компания – ГТРК Ярославия. Первые голубые экраны в домах ярославцев засветились в 1957 году. Мы сейчас находимся на том месте, где все это начиналось буквально еще за два года до обозначенных мной событий. Удивительно, но такое сложное по технической оснащенности и художественно-производственным задачам учреждение, называемое тогда Ярославским телевизионным центром, разместилось на небольших площадях первого этажа жилого дома номер 75 по улице Свободы. Отсюда на протяжении 42 лет шли в прямой эфир все местные телевизионные программы и новостные выпуски. И только в 1989 году Комитет по телевидению и радиовещанию, а впоследствии Государственная телерадиокомпания Ярославия получили новую, более комфортную прописку на улице Богдановича. В последние годы информационные рамки еще более сильно расширил интернет. Кто-то считает блоги, сайты, журналистикой. Кто-то нет. Теперь не столь важно, каким инструментом пользоваться. Ручкой и блокнотом, клавиатурой с монитором или микрофоном с камерой. Все зависит от того, что человек хочет сказать людям. Умеет ли он делать свое дело честно, грамотно, искренне. Это новое течение, которое, в общем-то, развивает журналистику в целом. Мне посчастливилось стать первым блогером, принятым в Союз журналистов Ярославской области. Сегодня наши СМИ очень часто перестают быть независимыми и перестают доносить честную и правдивую информацию, как это, в общем-то, и должен делать журналист. И все больше людей переходит в пространство интернета, в социальные сети, каналы, ютюбы. Блогеры на себя берут достаточно большую работу, именно журналистскую. Средство массовой информации – самая мощная площадка для ведения диалога общества-власть. Она будет работать эффективно только в том случае, если будет взаимное доверие и уважение. И, кстати, власть, не меньше, чем общество, жители нуждаются в объективной информации, если требуется взыскательной оценки решений и происходящих событий. Такой подход и будет шагом вперед в развитии гражданского общества региона. Бежит время. Какой будет журналистика завтра? Учитывая стремительность перемен в современном мире, едва ли кто возьмется предсказать это. Несомненно, одно. Слово журналиста, его честный и открытый взгляд на мир, происходящее событие нужны обществу в стране. Пусть будет больше у нас хороших новостей, пусть репортерское слово отзывается добром и согласием, а проблемы и недостатки, выявленные под пристальным взором и объективной оценкой журналистов, подлежат скорейшему исправлению. Профессия репортера – это большая, осмысленная и нравственная работа, богатая историей перемен. Полагаю, что многие из нас, несмотря ни на что, по-прежнему будут служить своей миссией, день за днем создавая правдивую летопись нашей современной эпохи. А иначе нельзя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова